Как исправлять воображение и память Сказавши об управлении внешними чувствами, следует нам сказать теперь и о том, как управляться с воображением и памятью. Потому что, и по мнению всех почти философов, воображение и память – суть не что иное, как отпечатление всех тех чувственных предметов, которые мы видели, слышали, обоняли, вкушали, осезали. Можно сказать, что воображение и память – суть одно внутреннее общее чувство, которое воображает и помнит все, что внешним пяти чувствам пришлось прежде того перечувствовать. И некоторым образом внешние чувства и чувственные предметы походят на печать, а воображение – на отпечатление печати. Даны же нам воображение и память для того, чтобы мы пользовались их услугами, когда внешние наши чувства покоятся, и мы не имеем пред собой тех чувственных предметов, которые прошли через наши чувства и отпечатлелись в них воображение и памяти. Не имея возможности всегда иметь пред собой предметы нами виденные, слышанные, вкушенные, обонянные и осезанные, мы вызываем их пред свое сознание посредством воображения и памяти, в коих они отпечатлелись, и таким образом рассматриваем их и обсуждаем, как бы они и внешне присущи были нам. Например, побывал ты некогда в Смирне, и потом опять выбыл оттуда, и больше уже не видишь ее внешним чувством очей своих. Однако ж, когда захочешь, представляешь себе Смирну внутренним своим чувством, то есть воображением и памятью, представляешь и снова пересматриваешь ее, как она есть, в собственном ее виде, величине и расположении. Это не то значит, чтобы душа твоя выходила из тебя и перешла в Смирну, как думают некие неучи, но ты сам в себе видишь образ Смирны, в тебе отпечатлевшийся. Это воображение чувственных предметов много докучает и много беспокойств причиняет тем, кои ревнует всегда пребывать с Богом, ибо оно отвлекает внимание от Бога и наводит его на суетное, а между ним и на греховное, и тем возмущает внутреннее наше доброе настроение. Этим страдаем мы не наяву только, но и во время снов, от которых впечатление нередко продолжается не на один день. Как воображение есть сила неразумная, действующая большей частью механически, по законам сочетания образов, духовная же жизнь есть образ чистой свободы, то само собой разумеется, что его деятельность несовместна с сею жизнью, и я понуждаюсь предложить тебе на сей предмет несколько руководительных замечаний. Знай, что, как Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, есть совершенно безобразен и безвиден, и хотя везде есть, но есть превыше всего, то Он есть и вне всякого воображения. Никакое воображение не имеет места в отношении к Богу, ибо Он есть выше всякого помышления и пребывает превыше всего. Отсюда само собой следует, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом. Знай, что, Люцифер, первый из ангелов, будучи прежде выше всякого неразумного воображения и вне всякого вида, цвета и чувства, как ум мысленный, невещественный, безвидный и бестелесный, Когда потом возмечтал и наполнил ум свой образами равенства Богу, не спал от оного безвидного, безобразного, бесстрастного и простого безвеществия ума, в этом многовидное, многосоставное и дебелое воображение, как полагают многие богословы. И таким образом из ангела безвидного, безвещественного и бесстрастного сделался дьяволом, как бы вещественным, многовидным и страстным. Но каким он стал, такими же сделались и слуги его, все демоны, о чем у Григория Синаита читаем следующее суждение. «Были некогда и они умами, но не спадшие от оного безвеществия и тонкости, возымели вещественную некую дебелость, отелесняясь каждой соответственно своему чину, степени и действиям, окачествовавшим его. Вследствие сего и они, подобно людям, потеряв ангельскую сладость, лишились божественного наслаждения и осуждены в перстном находить услаждение, как и мы, сделавшись как бы вещественными через навыкновение вещественным страстям. По сей причине дьявол у святых отцов называется живописцем, змием многовидным, питающимся землей страстей, фантазером и другими подобными именами. Слово же Божие изображает его отелесившимся драконом с хвостом, ребрами, шеей, носом, глазами, челюстями, губами, кожей, плотью и другими подобными членами. Из сего уразумей возлюблення, что так как многовидная фантазия есть изобретение и порождение дьявола, то она для него премного вожделенна и пригодна к погублению нас. Святые отцы справедливо называют ее мостом, через который душеубийственные демоны проходят в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем трудней, жилищем страшных, злых и богопротивных помыслов и всяких нечистых страстей душевных и телесных. Знай, что по святому Максиму, великому богослову и первозданный Адам создан от Бога невоображательным. Ум его, чистый и безвидный, будучи и в деятельности своей умом, не принимал сам вида или образа от воздействия чувств или от образов вещей чувственных. Но не употребляя этой низшей силы воображения и не воображая ни очертания, ни вида, ни размера, ни цвета сих вещей, высшую силой души, то есть мыслью, чисто, невещественно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей или их значения мысленные. Но человека-убийца-дьявол, как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать умом своим о равенстве Богу и пал от такого своего мечтания. И зато измысленной он и равноангельской, чистой, разумной и безобразной жизни не зринут был в эту чувственную, многосоставную, многовидную, в образы и мечтания погруженную в жизнь, в состояние неразумных животных. Ибо быть погруженными в образы или жить в них и под влиянием их есть свойства неразумных животных, а не существ разумных. После же того, как не спал человек в такое состояние, кто может сказать, в какие страсти, в какое злонравие и в какие заблуждения введен он был своим воображательным мечтанием? Нравоучение наполнил разными обольщениями, физику, многими лжеучениями, богословия, непотребными и нелепыми догматами и баснями. И не древние только, но и новейшие мыслители, желая любомудрствовать и говорить о Боге и о божественных, простых и недоступных воображению и фантазии таинствах, ибо в этом труде должна работать высшая сила души, ум. И приступив к всему делу прежде очищения своего ума от страстных видов и воображательных образов чувственных вещей, вместо истины нашли ложь. И что особенно многобедственно, они эту ложь свою заключили в объятия души и сердца и держат крепко, как истину, выражающую действительность. И таким образом, вместо богословов явились баснословами, предавшись по апостолу в неискусен ум. Итак, братья мои, если ты желаешь легко и удобно освободиться от таких заблуждений и страстей, если ищешь избежать разных сетей и козней дьявола, Если вожделеваешь соединиться с Богом и улучить божественный свет и истину, мужественно вступи в брань с своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, цветов и очертаний, и вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых. Ибо все такое есть запятнание и затемнение чистоты и светлости ума, одебеление его безвеществия и проводник к острастению ума, так как ни одна почти страсть душевная и телесная не может подступить к уму иначе, как через воображение соответственных им вещей чувственных. Подвязайся же хранить ум свой бесцветным, безобразным, безвидным и чистым, как создал его Бог. Но этого достигнуть иначе ты не можешь, как возвратив ум свой в себя, заключив его в тесном месте сердца своего и всего внутреннего человека, и научив его неотходно пребывать там внутри, то в сокровенной молитве внутренним словом возглашая «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», то себе внимая и себя рассуждая, наибаче же Бога созерцая и в нем упокоиваясь. Ибо как змей, когда нужно ему бывает бросить старую кожу свою, идет и с усилием протискивает себя сквозь какой-либо тесный проход, как говорят естества слова, так и ум через теснины сердца и умной в сердце молитвы, протискиваясь, совлекается одеждой воображения чувственных вещей и недобрых чувственных впечатлений, и делается чистым, светлым и годным к единению с Богом, ради подобия ему, какое воспринимает через это. Опять как вода, чем больше утесняется в тесных проходах, тем сильнее напирает и быстрее устремляется вверх, так и ум, чем более стесняется сокровенным в сердце поучением и себе вниманием, тем делается утонченнее и сильнее. И устремляясь к горе, тем недоступнее бывает для всякой страсти и всякого прелога помыслов и для всякого образа вещей, не только чувственных, но и мысленных, так как они в таком случае остаются вне и внутрь войти не могут. Предложу и иное сравнение, еще более подходящее. Как лучи солнца, будучи рассеяны в воздухе и разъединены друг с другом, бывают не так светлы и теплородны, будучи же сосредоточены в одну точку посредством известных стекол, дают ослепительный свет и теплоту зажигательную. Так и ум, будучи собран в центре сердца, себе вниманием и сокровенным поучением, делается светоносным и попалительным, тьму вещественную и страстную разгоняющим и всякие такого же рода образы и движения подпаляющим и уничтожающим. Это первый и главный способ, как управляться с воображением и памятью, который держать должен ты, возлюбленный, непрерывно. Им ты не только исправишь эти душевные силы, но изгладишь в них все следы и остатки прежде воспринятых впечатлений и образов вещей чувственных, возбуждающих и питающих страсти. Но чем действеннее и плодоноснее сей способ, тем он притруднее, и чем притруднее, тем менее ныне имеет он желающих употреблять его, чтобы не сказать тем менее верующих в силу его, особенно в среде мудрецов и учителей, не светских только, но и духовных, которые, не хотя поверить на учению святаго духа и стольких святых отцов, указывающих сей способ в драгоценнейшей всякого каменья честного книги добротолюбия. Праведно лишаются плодов духа, какие сподобляются получить многие неученые и даже неграмотные. Ибо по слову Спасителя Бог утаил их от премудрых и разумных и открыл младенцам, потому что которые не верят в силу сего умного делания и не принимаются за него, те никак не могут понять, сколь оно благотворно, по слову пророка, аще не уверите, ниже имате разумете. Когда же увидишь, что ум твой утомляется и не может более держаться внутри сердца в умно-сердечной молитве, тогда употребляй и второй к тому способ, а именно позволь ему выйти вне и поиметь простор в божественных и духовных размышлениях и созерцаниях, как тех, кои преподает священное Писание, так и тех, к которым подает повод и которое внушает творение Божие. Такие духовные размышления, будучи сродны уму по своей тонкости и безвеществию, не причиняют ему одебеление и не заковывают его во внешнем, а напротив, удовлетворив в меру его жажду свободного движения в своей области, содержанием своим располагают его снова скорее возвратиться внутрь сердца, к единению с Богом через погружение себя в мысленную память о Нем Едином. Почему божественный Максим и говорит, что одно деяние не может сделать ум бесстрастным, если притом не будет он вдаваться в разные духовные созерцания? Берегись, однако, в творениях Божиих, в предметах вещественных и в животных, останавливаться на одной физической их стороне, пока ты еще страстен. Потому что в таком случае ум, не будучи еще свободен от страстного смотрения на чувственные вещи, вместо того, чтобы переноситься от них к духовным и невещественным помышлениям, в них кроющимся, будет увлекаться одною внешнюю их красотой и показностью, и, усладясь ею, может принять ложные о них учения и страстные к ним расположения, по словам святого Максима, как это пострадали столькие и столькие философы-естественники. Или употреби третий способ для доставления отдохновения и упокоения уму твоему, а именно берись размышлять о таинствах жизни и страданий Господа, то есть о рождении Его в вертепе, обрезании, постановлении пред Богом в Сретении, крещении в Иордане, сорокадневном пощении в пустыне, о проповедании им Евангелия, о многообразных чудесах, сотворенных им, о преображении на фаворе, об омовении ног ученикам и преподании им таинств на вечере, о предании Его, о Его страдании, кресте, погребении, воскресении и вознесении на небо, о многообразных истязаниях мучеников и долголетних строгих подвигах преподобных отцов. Равным образом можешь ты для сокрушения сердца и возбуждения покаянных чувств помышлять еще о таинстве страшного часа смертного, о потрясающем дне суда, о разных видах вечных мук, как то об океанах огня неугасимого, о мрачных в преисподней затворах, о тартерах мрачных, о червях неусыпающих, о сожительстве с демонами. Помышляй также об упокоении и неизреченных радостях праведников, о Царстве Небесном, вечной славе и непристающем блаженстве, о гласе празднующих, о совершеннейшем единении там с Богом, о всегдашнем сопребывании и сожительстве с ангелами и всеми святыми. Если ты, братья, нарисуешь на харте и воображение своего такие помышления и представления, то не только избавишься от непотребных воспоминаний и злых помыслов, но стяжешь и великую похвалу вон и день суда за такой подвиг, как предвещает тебе святой Василий Великий в слове о девстве, говоря, что каждый человек в теле семь живущий походит на живописца, рисующего какой-нибудь образ в сокровенном месте. Как этот живописец, когда кончив картину, вынесет ее из сокровенности на выставку, хвалим бывает зрителями, если хороший избрал для нее предмет и нарисовал его хорошо. И напротив, бывает порицаем, если и предмет избрал дурной и нарисовал его плохо. Так и каждый человек, когда по смерти предстанет на суд Божий, имеет быть похвален и ублажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми, божественными и духовными образами и представлениями. И напротив, имеет быть посрамлен и осуждением, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными и низкими. И святой Григорий Солунский удивление выражает тому, как от воздействия вещей чувственных в душе через воображение водворяется или умный свет, доставитель вечно блаженной жизни, или мысленный мрак, ведущий в адскую тьму. Ведай, однако же, что я не то хочу тебе сказать, чтобы ты всегда занимался этими одними помышлениями. Нет, но употребляй их только иногда, пока ум твой, утомившийся держать себя в теснотах сердца, отдохнет. Когда же отдохнет, возвращай его опять в сердце и заставляй держать себя без мечтаний и образов в сердечной памяти о Боге. Ибо как все раковинные и черепокожие животные покой себе не находят нигде, как в своих раковинах, в коих укрываются, как в доме, так и ум, естественно, нигде так не упокоивается, как в храме не сердца и во внутреннем человеке, где, укрываясь, как в крепости, благоуспешно ведет он брань с помыслами, врагами и страстями, там же внутри кроющимися, хотя большая часть людей этого не ведает. Что страсти и помыслы кроются внутри нас, в сердце, и оттуда исходят и борют нас, это не моя мысль. Слушай, что говорит Господь. От сердца исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы. Сия суть сквернящая человека. И то, что враги наши, демоны, укрываются около сердца, не мое придумание. Так учат святые отцы. Из них с большей определенностью изъясняет сие святой диадох, говоря, что прежде святого крещения божественная благодать подвигает человека на добро вовне, и сатана кроется в глубинах души и сердца. После же того, как примет человек святое крещение, демон витает вне сердца, а благодать вселяется внутрь. Впрочем, и после крещения, говорит он далее, попускается врагам нашим бывать в глубине тела нашего, как бы на поверхности сердца, для испытания произволения нашего. И отсюда коптят они на ум мокротностью плотских сластей. С этим согласно учат и святой Григорий Богослов, толкуя, что сказанное Господом о том, как нечистый дух исходит из человека и опять возвращается в него на наибольшее ему зло, бывает скрещенными, когда они вознеродят о пребывании в сердце. Изгнанный крещением нечистый дух, говорит, не любя быть бездомным, ищет покоя, скитаясь там и сям, и, не находя его, возвращается к дому, из которого вышел, потому что бесстыден. Если найдет, что Христос, вниманием и любовью крещенного держимой, водворился и пребывает на месте, из которого он изгнан, то есть в сердце, то снова отраженный уходит без успеха. И если же найдет в ком прежнее место свое пустым, никем не занятым, по отсутствию внимания к Господу и памяти о нем, то поспешно входит с большую против прежнего злобой, и бывает человеку тому последнее, горше первого. Я намеренно распространился о сем, чтобы сильнее расположить тебя, неотходно пребывать внутри сердца с памятью о Господе Спасителе и молитвой к Нему, если желаешь всегда являться победителем в смущениях, помыслами и страстными движениями, навеваемыми на сердце. Когда ты там с Господом, враг не посмеет подойти. Над всем же этим, говорю тебе, бодрствуй над собой, и не давай своему воображению и памяти вспоминать прежде виденное, слышанное, обонянное, вкушенное и осезанное, особенно что было в этом срамного и непотребного. В этом и состоит преимущественно наша брань, и она труднее и неотвязчивее брани с чувствами или употреблением их. Всякий из борющихся знает это по опыту. Чтобы не восприять что-либо соблазнительное каким-нибудь чувством, с этим управиться легко, но по восприятии управляться с воображением и памятью о том очень трудно. Чтобы, например, видеть или не видеть какое лицо, или посмотреть на него страстно или бесстрастно, это не так трудно и не представляет большой брани. После же того, как увидишь и взглянешь на него страстно, уже нелегко, а требуется большая брань и немалый подвиг, чтобы изгнать из памяти своей воображение этого лица. И враг может играть душою твоей как мячиком, перебрасывая внимание от одного воспоминания на другое, и под ними шевеля пожелания и страсти, и держа тебя таким образом в страстном настроении. Посему и говорю тебе, бодрствуй, и паче всего смотри за воображением и памятью. Войну Христову надлежит всевозможное избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих. Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делать всё от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его, так не меньше того обязательно лежит на нём не допускать, чтобы какие-либо случайности текущей жизни возмущали сей мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках. Словом, всё, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Не допускать тревог и волнений в таких случаях обязательно, потому что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действования. А то и другое даёт врагу доступ взволновать его ещё более и направить на какой-либо шаг, труднопоправимый или совсем непоправимый. Я не то хочу сказать «не допускай скорби», потому что это не в нашей власти, а то «не допускай скорби» возобладать твоим сердцем и взволновать его. Держи её вне, за пределами сердца, и спеши так её умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Это при помощи Божьей в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположения. Из прискорбностей каждый имеет свои особенности, и против каждой есть свои приёмы. Но я говорю вообще об них, разумея общее их свойство растревоживать и возмущать душу, и общее против этого, имея в мысли предложить тебе средства. Средство это есть вера в благое проведение, устрояющее течение нашей жизни со всеми её случайностями, влечное каждому из нас благо, и благодушная покорность воле Божией, выражающейся в нашем положении, покоей в глубине души взывалось бы «Будь воля Божия! Яко же Господи, веизволися, така и бысть, и бысть во благо нам». Сие благо в разных лицах разно сознаётся и чувствуется. Иной сознаёт «эта благость Божия на покаяние меня ведёт». Другой чувствует «грех ради моих послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них, несу епитимью Божию». Третьему приходит на мысль «испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему». Со стороны смотрящие на подвергающегося скорбям могут и четвёртое подумать. Это Ему доявятся дела Божии на нём. Но такое решение может иметь место не иначе, как по окончании прискорбностей, и именно при явной помощи Божией. В душе же скорбящего уместны только три первых чувства, и они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце, всякое сильно утишить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие. И вот тебе общее средство к умиротворению сердца, когда при скорбности покушаются возмутить его. Восставив в возможной силе веру в благое проведение о тебе Божие и оживив в душе богопреданную покорность воли Божией, наводи на сердце сказанное выше помышление и понуди его почувствовать, что настоящую случайностью скорбную или испытывает тебя Господь, или очистительную епитемью на тебя налагает, или подвигает на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Как только сердце восчувствует что-либо из сего, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за сим восприять в себе и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты невозможешь не взывать «Будь имя Господнее благословенно вовеки». Что масло на волны моря, то сие чувства на скорбное сердце. Улегаются волны, и бывает тишина великая. Так умиротворяй сердце, когда оно встревожилось в какой бы то ни было степени. Но если ты долгим над собой трудом и духовными подвигами так внедришь в сердце сказанное чувство, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое настроение будет для тебя действеннейшим предохранительным средством против того. Не то, чтобы чувства скорбные уж и не подступали. Они будут подступать, но тотчас же и отступать, как волны морские от крепкого утеса. Что делать, когда бываем уранены на брани? Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение по немощи своей или по худонравию своему, имеются грехи простительные, недолжное слово сорвалось, рассердиться пришлось, мысль худая промелькнула, желание недолжное поднималось и подобное. Не молодушествуй и не метись попусту бестолку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори, как я такой потерпел это и допустил. Это вопль гордостного самомнения. Смирись напротив и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй, чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного. И тут же возблагодари его, что на этом только остановилось дело, исповедуя, если б не твоя безмерная благость, Господи, не остановился б я на этом, а всеконечно впал бы еще в худшее что. Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную и поблажливую мысль, что поелику ты таков, то будто право некое имеешь делать что-либо неподобающее. Нет, несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее, делаемое тобой, вменяется тебе в вину. Ибо все происходящее от тебя произволением одаренного, произволению твоему принадлежит, и как доброе бывает тебе в одобрение, так худое в охуждение. Потому, осознав себя худым вообще, осознай вместе и виновным в том худом, в которое впал в настоящий час. Осуди себя и укори, и при том себя одного, не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечения обстоятельств, не виноваты в грехе твоем. Виновата одно злое произволение твое, себя и укоряй. Однако ж не будь похож и на тех, которые говорят, «Да, я это сделал, и что ж такого?» Нет, после осознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушения и болезнования о грехе, не столько по причине унижения себя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости тебе лично явившего, в призвании тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении ко благодати таинств, в хранении тебя на добром пути и руководстве по нему. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. Сим упованием поди ниц душою и телом и вопи. Помилуй меня, Боже, повелицей милости твоей. И не переставай вопить, пока не вощувствуешь себя виновным милуемым, так, чтобы вина и милование слились в одно чувство. Эта благодать не сходит, наконец, на всякого кающегося. Но ему сопутствовать должна решимость, обетом скрепленная, не поблажать себе потом, а строго блюсти и охранять себя от всяких падений, не только больших, но и малых, с присовокуплением усердной молитвы о благодатной к тому помощи. После столь близкого опыта неблагонадежности своих сил и усилий сами собой пойдут из сердца воздыхания. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. И дух твой благий да наставит меня на землю праву. Все сие, самоосуждение, сокрушение, уповательную молитву о помиловании, воодушевительное решение блюстись впредь и молитву о благодатной к тому помощи должно тебе проходить внутри всякий раз, как погрешишь оком, слухом, языком, мыслью, чувством и на мгновение одно не оставляй в сердце греха неисповеданным Господу и неочищенным пред Ним сердечным покаянием. Опять падешь и опять тоже сделай. И хотя бы тебе многократно пришлось погрешить, столько же раз и очищай себя пред Господом. Вечером же, если и есть возможность, перескажи все духовному отцу своему, а когда нельзя в тот же вечер, перескажи при случае. Такое исповедание или откровение всего духовному отцу есть самое благотворное действие в деле нашей духовной брани. Ничто так не поражает врага душегубца и не разоряет козни его, как такой образ действования. Потому он всячески усиливается препятствовать ему и внутренне, и внешне, внутренне мыслями и чувствами, а внешне напущением разных встреч и случайностей. Какие именно эти препоны сам увидишь, когда возьмешься за дело? Об одном только помяну. Враг усиленно старается внушить не тотчас, как замечено при грешении, приступать к делу внутреннего себя от него очищения, а подождать немножко. Не день и не час, а немножко. Но только согласись на это, он подставит другой грех. После греха языком, грех оком и еще каким чувством. А этого греха очищения поневоле уже отложишь, потому что надо прежде очистить предыдущий. И пойдет таким образом отлагание на целый день, и грех за грехом наполнит душу. Вечером, до коего обычно откладывается дело покаянного себя очищения, ничего не видно в душе определенного, там шум и смятение, и мрак от множества допущенных падений. Душа похожа на очи, пылью набитые, или на воду, помутившиеся от множества нападшего туда сора. Как ничего не видно, то дело покаяния совсем оставляется, но вместе с тем и душа оставляется мудной и смятенной. От этого молитва вечернее бывает неисправна, а далее и сны нехороши. Так никогда ни на одно мгновение не отлагай внутреннего очищения, как только осознаешь за собой что неисправное. Второе, что внушает при этом враг, есть не сказывать духовному отцу случившегося. Не слушай и наперекур ему открывай все, ибо сколь много благ от сего открывания, столь же или даже больше зла от скрывания того, что бывает в нас и с нами. Субтитры создавал DimaTorzok